Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 10 главу 2-го послания апостола Павла Каримфином. В предыдущих главах речь шла о сборе пожертвований в пользу иудео-христианской общины Иерусалима и Иудеи. Десятая глава начинается несколько неожиданно. Можно предположить, что все послание диктовалось не сразу, поскольку на это уходили многие-многие часы, а частями. И вот как будто десятая глава представляет собой разрыв, как будто между предыдущими главами и этой главой прошла ночь или что-то случилось, может быть, пришло какое-то тревожное известие. По крайней мере, тональность апостола Павла резко меняется. Если в предыдущих главах мы видим, что тон апостола Павла примирительный, добрый, он радуется тому, что произошло долгожданное примирение, и, наконец, они объяснились с коринфянами, и он просит их проявить щедрость, просит их открыть свои портмоне и поделиться теми богатствами, какие у них есть. И если мы читаем первые стихи десятой главы, то у нас возникает очень странное ощущение. Я, Павел, такой несмелый при встречах с вами и столь отважный издалека, как вы говорите, побуждая вас проникнуться кротостью и великодушием Христовым, прошу. Не вынуждайте меня, когда приду к вам, прибегать к той смелости, с какой готов я решительно выступить против тех, кто думает, будто мы движими человеческими слабостями. Да, мы живем во плоти, но борьбу свою ведем не как люди мира сего. Оружие, которым мы ведем борьбу, вовсе не обычное человеческое, оно сильно божественной мощью, способное сокрушить твердыни, неспровергаемым мы. Любые мудрствования и все, что в гордыне своей, восстает против познания Бога. И понятно, что человек, который только что просил о милости и призывал к щедрости, вдруг говорит очень резким и решительным тоном, используя военную терминологию, военные метафоры. Что же произошло? Здесь апостол Павел отвечает на те обвинения, которые выдвигают против него ложные апостолы. В чем проблема? Апостол Павел приходит в Коринф как посланник антиохийской общины. Антиохийская община делегирует, отправляет с миссией Павла в Коринф для того, чтобы там проповедовать Евангелие. Он исполняет эту миссию, возникает община, которая становится предметом его гордости. В этой общине есть язычники, есть иудеи, есть люди знатные, есть рабы, есть богатые, есть люди, у которых нет ничего. И все-таки в этой общине сохраняется единство, поэтому он гордится коринфянами. Но с общиной антиохии возникает спор и разрыв. Об этом мы читаем в книге Деяний. В частности, был некоторое время конфликт с апостолом Петровым, потому что вопрос стоял о том, язычники могут ли получить свободный доступ к тем обетованиям, которые уготованы народу Израиля. Могут ли они войти в Новый Завет? И иудео-христиане многие считали, что нет, это не для язычников. Апостол Петр очень скоро пришел к согласию с Павлом, и они остаются совершенно единодушны. Но антиохийские иудео-христиане против этого. Они не разделяют этой точки зрения. И поэтому по следам апостола Павла отправляются другие эмиссары, другие посланники, проповедники, странствующие апостолы, которые приходят в Коринф и в те места, где побывал апостол Павел, для того, чтобы его скомпрометировать. Они им говорят, вот все, что он вам проповедовал, это прекрасно. Смерть, воскресение Христа, Евангелие, это прекрасно. Но теперь послушайте. В действительности он вам не сказал самого главного, что пожертвования, которые он собирает, он собирает не для себя, что те мотивы, которыми он руководствуется, это корысть, его личная корысть. Поэтому слушайте нас. И если, например, христиане Галатии остаются верными и добрыми в отношениях с апостолом Павлом, и они направляют ему послание, что происходит, пришли какие-то странные люди, как нам нужно их принимать. В Коринфе ситуация другая. Многие коринфяне поддались соблазну и пошли за этими лжеапостолами. И поэтому возникает конфликт. И апостол Павел вынужден себя защищать. Поэтому эта глава написана в жанре юридического выступления, адвокатской речи. В действительности он в одном лице и адвокат, и защитник. Вот поэтому он себя защищает, и защищает очень резко, отважно. И здесь, между слов, мы можем увидеть те аргументы, которые выдвигали эти лжеапостолы, на что же купились коринфские христиане. Прежде всего, коринфяне упрекают апостола Павла, вот когда ты приезжаешь, ты такой ласковый, добрый, нежный. Но когда ты пишешь письма, ты очень резкий, грубый, как солдат. Поэтому здесь возникает эта тема. Читаем дальше. «Цель наша – всякую мысль человека взять в плен и привести в послушание Христу. И мы всегда готовы воздать по справедливости за всякое непослушание, как только вполне вы утвердитесь в своем послушании». На что здесь нужно обратить внимание? Апостол Павел использует язык военных. Фактически, он описывает ситуацию, как будто город осажден. И армия заключила город в блокаду, и в конце концов город сдается. Но солдаты, когда входят в этот город, они не опускают меч, они производят некую зачистку. Поэтому и здесь тот же самый образ того, что вы оказались в послушании, то есть Христос одержал победу, но при этом нужно быть всегда готовым к тому, чтобы воздать по справедливости тем, кто окажется мятежным и непокорным. В действительности мы с вами тоже часто употребляем милитаристский язык, например, слово «стратегия». Мы очень часто употребляем и совершенно об этом не думаем, но оно заимствовано из военного лексикона. Точно так же и апостол Павел для того, чтобы донести мысли для своих слушателей, пользуется аналогичными ораторскими приемами. «Посмотрите же на то, что у вас перед глазами. Если кто-то уверен в себе, что он Христов, пусть и о нас судит по себе, пусть и нас считает Христовыми». Здесь сквозь эти слова прочитывается такая ситуация. Дело в том, что эти лжеапостолы, которые пришли по следам апостола Павла, один из аргументов, который они выдвигают, «А по какому праву он вам проповедовал? Кто он? Посмотрите на нас». И здесь говорится «мы Христовы». И, скорее всего, речь идет о людях, которые были родственниками Иисуса Христа. Нам этот аргумент сейчас кажется странным, но если взглянуть, например, на мусульманский мир, в чем различие между суннитами и шиитами, фактически вопрос о потомках пророка, основателя религии. Точно так же и в иудео-христианской, почему главой общины Иерусалима стал брат Господень апостол Иаков, потому что для них это было очень важно. Поэтому приходит кто-то, кто говорит, «Слушайте нас, апостолы – это как мы, а, соответственно, все другие не апостолы. Фактически это некий судья или обвинитель, который судит не по закону, установленному Богом, а исходя из самого себя. Если апостол не такой, как я, значит, он вас обманул». И апостол Павел вынужден опровергать эту аргументацию. Поэтому пусть он о нас судит не по себе, а если он сам себя считает христовым, то и мы христовы. И если бы я даже более похвалился той властью, которая дарована нам Господом, чтобы созидать вас, а не разрушать, то и тогда мне не пришлось бы стыдиться. Пусть не покажется вам только, будто я запугиваю вас своими посланиями. Говорят ведь уже иные. Послания его вески и сильны, но его присутствие не впечатляет, а речь его вообще не заслуживает внимания. Здесь совершенно потрясающие цитаты из тех, кто упрекает и критикует апостола Павла, и, вероятно, заслуженно критикует, потому что действительно внешне он не являл собой никакого величия, ни высокого роста, ни привлекательной внешности, вероятно, не очень красноречив. Поэтому здесь в скобках вот эти реплики в своих посланиях он такой весомый и сильный, а когда он здесь среди нас, то он нас не впечатляет и не заслуживает внимания, никакого авторитета. «Думающие так, пусть знают, каковы мы на словах, в посланиях наших, вдали от вас, таковы и на деле, когда мы с вами». Для того, чтобы судить не по внешности, а по духу, то, что действительно наполняет сердце апостола. «Но не дерзаем, конечно же, мы к тем себя причислять, кто сам себя превозносит, не решаемся даже сравнивать с ними себя». Такой легкий реверанс в пользу того, что да, действительно, те, кто может хвалиться родственными связями с Иисусом Христом, и мы не дерзаем себя сравнить с ними. «Те же, кто мерят себя своей мерою и себя с собой уже сравнивают, неразумны». Вот контрудар. Да, но при этом они сравнивают других с собой. Поэтому никогда никого не нужно сравнивать с самим собой. Иначе ты просто становишься неразумным, то есть глупым, условно говоря, идиотом. «Мы же собою не станем хвалиться столь безоглядно, а только в меру удела, который Бог нам отмерил, чтобы нам и вас достичь». Дальше возникает образ вот этой похвалы, гордости. Как в предыдущих главах мы увидели, что апостольство Павла основано на миссии, которая ему поручена самим Христом. И сама община, плод его миссионерской деятельности является лучшим рекомендательным письмом. И никакое рукописное человеческое рекомендательное письмо не заменит этого. Вот чем он хвалится. «Хвалясь, мы не зашли далеко. И в этом нас можно было бы обвинить, если бы мы не пришли к вам в Коринф с благой вестью Христовой. И не хвалимся чрезмерно достигнутым там, где уже потрудились другие». Здесь тоже очень важный момент. В чем еще упрекают апостола Павла? Коринфини по наущению этих лжиапостолов упрекают его. Ты занимаешься коммерцией, потому что у тебя есть бизнес. Ты шьешь палатки, и поэтому там, где есть заказчики, ты туда отправляешься. И поскольку это целая сеть мануфактур, то ты здесь находишь себе и рынок сбыта, и людей, которые помогают тебе наладить производство, говоря современным немножко языком. То есть Коринфини его обвиняют в том, что ты руководствуешься своими бизнес-интересами. Но апостол Павел в действительности руководствуется совсем другим. Первый принцип – он идет в те города, где благая весть еще не была проповедана. Если мы действительно посмотрим на карту миссионерских путешествий Павла, то мы увидим, что там некоторые несообразности. Можно было бы более удачно, с точки зрения логистики, построить маршрут. Но у него нет задачи быть логичным в своих передвижениях. Он идет туда, куда его посылает Святой Дух, куда его посылает Христос, там, где имя Христа еще не было проповедано. И другой аргумент. Коринфини говорят, почему ты здесь проповедал, и почему ты не хочешь здесь оставаться постоянно. Это их не устраивает. Апостол отвечает, что в действительности он идет туда, куда его посылает Христос. А потом проповедовать благую весть и в других краях, за пределами Коринфа, не позволяя себе, конечно, хвалиться тем, что там уже приготовлено другими. Ибо сказано, хвалящийся пусть хвалится Господом. То есть он здесь косвенно упрекает тех, кто пришел по его следам. Они пытаются собрать урожай, как воры и разбойники, там, где сеял кто-то другой. И он не будет поступать так же. Он не пойдет туда, где уже побывали другие апостолы, где уже возникла община. Хвалящийся пусть хвалится Господом. Это цитата из пророка Иеремии. И если вы откроете девятую главу, то там будет замечательный образ того, что тот, кто богат, пусть хвалится не своим богатством. Кто мудр, пусть хвалится не своим знанием. Кто сильный, пусть хвалится не своей силой. Но апостол Павел здесь дает свою экзегезу. Потому что он применяет слова пророка Иеремии в той ситуации, которая сложилась в Каринфе. Он вольно трактует пророка, и у него есть на то свои причины. Может показаться, что он просто не вполне владеет словами Писания и поэтому их искажает. Я не уверен. Мне кажется более убедительным гипотеза, что просто за то время, когда пророк Иеремия проповедовал и то, что происходит сейчас, произошло нечто неслыханное и совершенно новое. Произошла смерть и воскресение Христа. И поэтому все, что говорит Иеремия, если это прочитать уже после воскресения Христова, обретает новые звучания. Здесь он употребляет образы, которые являются, условно говоря, фетишами для Каринфин. Знания. Каринфи не нанимаются своим знанием. Мы познали Бога. Сила. Конечно, сила, прежде всего, это власть. В Каринфе имеют власть люди богатые, знатные. Те, кто являются внуками и правнуками, основателей города, те, кто приехали сюда для того, чтобы колонизировать эти места и поэтому являются аристократами и людьми знатными. И поэтому казалось бы, что у них в руках все карты. Они могут гордиться своим происхождением, своим могуществом. Но апостол Павел здесь добавляет свое. Пусть по-настоящему хвалится Господом, тот, кому есть чем хвалиться. О чем идет речь? Речь идет о том, что есть гордость человеческая, гордость житейская, и это, скорее, грех, может быть, даже один из семи смертных грехов. Есть другая гордость, гордость о Боге, и это положительная гордость. Когда речь идет о том, что ты гордишься не своими успехами, своими качествами, своими достижениями, но гордишься тем, что у тебя есть друг, у тебя есть покровитель, у тебя есть Господь. И ты гордишься фактически им, и этот Господь верен твоему завету. И тогда эта гордость приобретает совершенно другое звучание. И вот здесь как раз этими словами, хвалящийся, пусть хвалится Господом, апостол Павел очень тонко проводит эту грань между гордостью житейской, гордостью человеческой, греховной, и той истинной евангельской гордостью, которую он призывает. «Ведь не тот одобрение заслуживает, кто о себе высокого мнения, а тот, о ком такого мнения Господь». То есть тот, кто богатеет в Боге, и кого Бог, судья мира, придя судить, найдет великим, достойным похвалы. На портале экзогет.ру с вами был протерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова